И так бывает. Зрелое чувство собственного достоинства, оно приводит к правильной зависимости и правильной независимости. Незрелое чувство собственного достоинства скатывает человека на ложную зависимость и ложную независимость. Что такое ложная зависимость? Это унижение. Ложная независимость — это тупой протест. Вопль, крик. Что такое независимость со знаком плюс? Это признак зрелого разума. и того, что человек прошёл большой путь в двух вещах — в познании этого мира и в добрых делах. То есть это приводит к тому, что у него очень сильная компетенция и очень сильная развитость внутри. То есть у него есть сила и чистота внутри. Чистота означает скромность, смирение. Компетенция означает знание, решимость, твёрдость. То есть сочетание этих вещей. Независимость со знаком минус — это признак греховного сердца. Человек протестует всего, он совсем не согласен, он бунтует, он против. Перемен требует наше сердце. То есть хочешь перемен, ну делай перемен тогда на своём уровне. Чего кричать на начальника? У тебя тоже есть управление, вот каждый человек управляет своими детьми. Ну и разберись с этим. Стань хорошим отцом. На своём уровне стань хорошим лидером. Со своими подчинёнными, со своими детьми. Вот у тебя и будут перемены. Чего ты там включишь на то, что ты не можешь сам делать? Сейчас все, вот все люди на земле любят обсуждать правителей. Вот ты же не был правителем. Попробуй, стань правителем, посмотришь ты сможешь или нет. Если сможешь, тогда нечего вообще туда лезть. Это и твоё дело. Обсуждать старших, это грех. Ты же не старший, стань старшим, когда посмотришь, как это легко управлять страной, допустим. Или попасть в ситуацию, когда тебя пытаются свернуть какие-то силы. Сохранишь ты там спокойствие или нет. А если ты насмехаешься, вот человек, допустим, стоит, его расстреливают, и он, допустим, чуть-чуть начал заикаться, и все, га-га-га. Ну хорошо, встань к стене, посмотрим, как ты будешь себя вести там. Понимаете, то есть люди совсем потеряли здравый смысл в этом во всём, в этих сквертних обсуждениях старших. Это всё признак очень глубокого греха. И люди, когда так себя ведут, они потом получают соответствующую жизнь. То есть независимость со знаком минус означает греховное сердце. Люди плюют старших, постоянно всё критикуют. Это признак незрелости глубокой, и они будут за это, несомненно, наказаны. Зависимость со знаком плюс означает глубокое понимание того, что происходит. У тебя есть родители, да, от них зависимость даёт тебе большие блага. Вот люди не знают, у них нет образования. Зачем я должен и как я должен подчиняться отцу, и зачем? Если ты уважаешь своего отца, то тогда ты потом в жизни будешь уважаемым человеком, потому что уважение — это сила. Она идёт через уважение отца в твоё сердце. Но ты уважаешь отца, тебя потом люди будут уважать, потому что в тебя входит сила уважения. Если ты любишь маму, значит тебя все будут любить, потому что уважение к маме означает любить. Любовь — это уважение к маме. Вот любишь маму, значит уважаешь ей. Если ты любишь маму, значит тебя все будут любить. Любовь к человеку идёт через его мать. Если человека не любит, значит он не любит маму. Если человека не уважают, значит он не уважал отца, и он не уважает. Но если человек начинает уважать отца, его тоже начинают все уважать. Вот зачем надо уважать отца, как минимум. Но хорошо, должен я его слушаться, только в том случае, если он говорит правильные вещи. Если он не говорит правильные вещи, ты можешь его не слушаться, но уважать все равно надо. То есть, другими словами, он тебе говорит, выпей со мной. Допустим, ты говоришь, папа, к сожалению, я не смогу. Я уважаю твое желание, но не смогу. Почему ты не сможешь, сынок, выпей со мной? Папа, я просто так считаю, что пить это неправильно. Ну, я уважаю твое продукт. Желание выпить, вот все. Ты мой отец, ты сам решаешь, как правильно. Но вот мне кажется так, и я буду этому следовать. Прости меня, пожалуйста. И папа тогда чешевеку думает, блин, может мне тоже бросить. Он очень по-доброму, сын, правильно, если с ним поведет себя, это очень сильно действует на родителей. Они начинают думать, стоит им пить дальше или нет. Если уважение сочетается с знанием, это зрелое чувство собственной достоинства. Зависимость со знаком минус — это слабость сердца. Что такое слабость сердца? Означает, что ты как собачка, которую кормят. Вот давай, допустим, бывает такая ситуация, муж очень сильный, богатый, жена любит его. Вот женщины любят, ну это нормально, мужчин, которые вот имеют богатство, власть. И как бы она потеряла себя в отношениях с этим мужчиной. Она не ведет себя как достойная жена. То есть достойная женщина означает способная не зависеть от этого богатства. Она должна понять, что человеку важнее богатства, которое от него исходит. И она ему позволяет лишнего. Почему? Потому что боится потерять это богатство и власть, которая через него идет. В результате он становится хуже. Если человеку все позволяет, он портится. То есть он начинает гулять от нее и с другими женщинами. Почему? Потому что она потеряла себя. Она стала униженной. Почему? Потому что она зависима. То есть в чем заключается сила, достоинство женщины? Допустим, женщина не работает, она заботится о семье. Она должна быть непривязана внутренне. Она должна молиться Богу, чтобы Бог дал ей силу не зависеть от богатства мужа. Если он говорит, я тебя выгоню, если ты будешь плохо себя со мной вести. Она говорит, да я сама уйду. Берет, собирает вещи. Он говорит, ну ладно, не уходи. Останется со мной. Почему? Он чувствует, что это достойный человек, сильный человек. Она не зависит от него, но живет рядом с ним, потому что она хочет ему служить, заботиться о нем. То есть это означает настоящая верность. То есть она не из-за куска, как бы, куска хлеба с ним живет, а просто она хочет ему помогать. И разумный мужчина говорит, стоп, 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 никуда не ходи, все, оставайся со мной. Ты настоящая. Ты настоящая жена. И она ему делает замечания. Если у директора завода все правильно в жизни, все нормально, то над ним тоже есть директор. Это его жена. Ну то есть у директора завода есть начальница тоже. Это его жена. И она контролирует его отношения с подчиненными. Он говорит, так как, ты как с ним не разговариваешь вообще? Он, ну, уже нет подчиненных рядом. Он говорит, прости, я виноват. Неправильно с ними разговариваю. Это значит, что он мудрый мужчина. Он понимает, что с женой правильно надо себя вести, потому что она является его сердцем. Она ему говорит ошибки. А кто ему еще скажет? Это означает зрелая позиция мужчины. Он как бы не подавляет рядом с собой жену, дает ей возможность говорить. А она разумная, если означает чистая. Это означает, что она будет говорить неправду о том, куда его занесло. Потому что мужчина сильно идет вперед, его иногда заносит. Там не все в всем разберешься. А женщина корректирует. Она говорит, так нельзя с подчиненным. Наказать надо, но разговор, то он неправильный. И он такой, ох, ладно, я понял. Ну, то есть верная жена означает, не смотрит ему в кошелек, а смотрит в сердце. Означает, зависит от Бога. Мы говорили с вами, чувство собственного достоинства сильное, можно только от Бога взять. И она знает, что Бог дал мужа, Бог заперет, если что. Но я от правды не отступлю. Я буду помогать ему быть хорошим человеком. Это мой долг перед ним. И тогда она и будет по-настоящему любить. И будет чувствовать, что она настоящая. Она не униженная. Потому что если она перед ним кладет на задний клап, то от любви к такому человеку быть не может. Смотрите, любовь движется только через чувство собственного достоинства, которое правильную позицию имеет. Вот, допустим, человек унизился, можно такого человека любить? Нет. Но человек гордится собой, другой унижается. Его любить можно униженного человека? Нет. А гордому человеку правильная любовь? Нет, это подобострастие. Ты вроде бы его любишь, но как идола какого-то. Понимаете? То есть это не та любовь. Это не то чувство совсем. Это чувство чего-то недостижимого. Как будто ты хочешь, достаточно не можешь.